Приветствую вас, давайте попробуем, значит, последовательно разобраться с тем, что у вас произошло. Встречались с парнем, пишите вы, и у нас произошла крупная ссора. Значит, сколько вы встречались времени? Со своим парнем, сколько вам, сколько вашей паре лет, это очень важный момент, сколько вашей паре лет, и на какой основе, на какой почве произошла у вас ссора. Это тоже очень, очень, очень важный момент. Почему вы поссорились, значит, что заставило вас ссориться и так далее. Какова была основная причина конфликта? Вот то, что вам нужно сейчас определить. Далее, значит, выпить, что вы наговорили много гадостей о его семье, о его друзьях и его словом добавки сбили. Утром он говорит, что передал, что-то чувствует, что-либо чувствует. Так, ну, во-первых, опять же, зачем вы наговорили много гадостей ему про его семью, про его друзей, друзей, про тех, кто ему дорог. Зачем вы это сделали? Какую цель вы, по сути, дел, преследовали? Это вот тоже очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Далее, значит, вы пишите о том, что утром мужчина, казалось, что перестал чувствовать любовь ко мне и к его родным. Ну, вот здесь вообще ситуация не очень понятна. Значит, вы наговорили ему гадостей про его родных, значит, о его семье. Теперь вы говорите, что, значит, у него нет чуток вам и нет чуток его семье. То есть, получается, вы наговорили ему что-то такое, что как-то в довольно негативном свете выставляло его семью по отношению к нему. Ну, получается, так, но, опять же, опять же, откуда вам стала известна эта информация? Почему вы, ну, например, там, считаете или почему вы уверены в том, что вы правы и, значит, что заставляет вас думать, что вы, ну, действительно верно все оценили? Вот, значит, это, пожалуй, момент один, это вот первый момент. А момент второй, который я вам хотел бы сказать. Значит, если, если то, что вы говорите правду, то как мужчина, как семья, точнее, как семья отреагировала на то, что вы рассказали наше, ну, что-то про... них, ему, вот, это тоже достаточно важный момент, как семья отреагировала. Далее, значит, вы говорите, что мужчина вам, значит, повторил вашу ответственность, что чувства его и к вам, и к... его смея исчезли. Вообще-то говоря, подобная реакция, она вполне нормальная и естественная. После того, как вы рассказали какие-то неприятные вещи, было бы странно, если бы... Этой реакции бы не было у него, и здесь вам нужно просто-напросто немножко подождать, просто-напросто немножечко позволить тратить время, чтобы он успокоился, чтобы эмоции улеглись, чтобы обиды, может быть, улеглись. Понимаете? Вот. Далее, значит, он даже не испытывает любовь к родной матери. Ну, вот тут вообще непонятно, откуда это взялось, как это взялось, почему он вдруг перестал испытывать любовь к родной матери, испытывал ли он ее ранее, если да, то... когда перестал и так далее. То есть вы как-то все-таки более детально пытаетесь раскрыть суть проблемы, потому что не очень понятно. Мы хотим все изменить. Что именно вы хотите изменить? Кто вы хотите изменить? Кто вы? То есть понятно, что это вы Мария, есть еще кто-то, кто-то еще? Кто это? Значит, хотя в глубине души он любит меня, переживает. Откуда вы это знаете? Откуда вы знаете, что он любит вас? И откуда вы знаете, что он переживает? Да, это может быть так и есть. Конечно, была крупная ссора. И эта крупная ссора, безусловно, ударила сильно по мужчине, по его самолюбию, по гордости, по восприятию в реальности. И вам нужно с этим считаться. Вы сможете с этим не считаться. Поэтому дайте время себе. Дайте время ему. Вот. Не трогайте его пока какое-то время. Значит, не давите на него. Дайте ему время и возможность побыть одному. Чтобы вероятно оценить свои собственные ошибки, которые у него есть. Чтобы вероятно мужчина сам пришел к выводу, чем были продиктованы ваши слова и так далее, и так далее, и так далее. После этого, после этого начните общение. Но общение начните спокойно. Понимаете? Спокойно. То есть, что это значит? Не пытайтесь сразу все изменить и сразу все восстановить. Это одна из самых основных ошибок людей так делать. Правильно будет, если вы просто займете удобную для мужчины, для молодого человека, правильную позицию. То есть, чтобы форма общения с вами была для него приемлемой, удобной и так далее. И это позволит вам иметь с ним контакт. А после того, как это позволит вам иметь с ним контакт, вы сможете, значит, с ним взаимодействовать. И через взаимодействие наполкнуть его на то, чтобы он выразил свои переживания. Он постепенно раскрылся вам. Подводите момент и изменитесь сами за то, что сказал. Объясните мужчине, почему вы это сделали, что вами двигало и так далее. Почему вообще произошла ссорка. Мужчины – это существа логики. И если вы объясните ему, что в действительности вы, например, не думали как-то, а в действительности вы думаете совсем по-другому. Это для него будет, если не решающим, то, по крайней мере, ему будет гораздо легче. Он вам этого, может быть, не показывает, но ему будет гораздо легче. То есть вам нужно наладить какое-то общение спустя некоторое время после того, как он успокоится. Не приплетать к этому родителей, не приплетать к этому никого, кроме вас. Вы общаетесь только с ним и только о вас идет речь, не о комбосе. Вот. И улучшите момент, как бы выделите момент для того, чтобы можно было перед ним извиниться. Извините, сделайте это как можно более искренне, открыто и так далее. Не старайтесь делать подобные вещи быстро, не старайтесь делать подобные вещи постоянно. То есть вам нужно один раз это делать, вам нужно один раз это вот со всей серьезностью донести до молодого человека, чтобы вы действительно раскаиваетесь и после этого вести себя так. Не нужно постоянно унижаться, не нужно постоянно себя принижать и прочее. Это ничего хорошего вам не даст. Ну вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Пожалуй, еще я хотел бы добавить, что изменить то, что вы хотите, у вас не получится. Потому что вы уже изменили, вы изменили реальность человека. И теперь вам нужно адаптироваться в этой новой реальности, принять тот факт, что человек, он по сути дела, он по сути дела видит теперь все по-другому. Он по сути дела понимает теперь все по-другому. И это никуда не денется. И с этим необходимо мириться. Это необходимо признать. признать как реальность. Не нужно изменять что-либо, что-либо. И не нужно пытаться возвращать что-либо. Нужно уметь принимать то, что есть и учиться в этом жить. И нам же получается, что человека вы воспринимаете только как ну, как совокупность определенных наборов качеств и не более того. А это все же не есть хорошо. Вот. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку. Ситуация очень туманная. Ее надо прояснять. Нужно работать с вами, работать. Почему вы позволяете себе говорить гадости? Почему вы позволяете себе поднимать руку на мужчину? И так далее. Все нужно с вами тоже обсуждать и пролабатывать. Ну и, естественно, лучше будет, если и мужчина тоже обратится к психологу. Особенно, если у него действительно есть проблемы. Пусть тот, кого он еще любит, тот, кто пользуется его уважением, пусть этот человек посоветует, рекомендует ему обратиться к психологу, хотя бы вот на нашем ресурсе так же, как это сделали вы. Поверьте мне, хуже от этого не станет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok